МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не очень, господин барон, 1 июня мне платят жалования. И еще один. Вы рады новому дню? Смотря на что падает, если на воскресенье, то это обидно. А если на понедельник, ну зачем нам два понедельника? У нас с вами, конечно, не два воскресенья и не два понедельника образовались. Но вчера в нашем воскресном дне было 25 часов. Вот такие необычные сутки случились в нашей жизни. А все потому, что страна опять перешла на зимнее время. После долгого и малоприятного перерыва. Мягко говоря. Все дело в том, что нет зимнего времени. Был переход на летнее время и обратно. Почему-то страна сначала перешла на летнее и жила как-то немного со сдвигом неправильно. Но теперь все вернулось по справедливости. Подарок зато такой сделали целый час. Это как в анекдоте, который мы, безусловно, вспомним в рамках этой программы. Ну а сейчас вопрос. Вы рады переходу на зимнее время? Или может быть нет? Как лично вы использовали этот лишний час? И был ли он лишним для вас? Удалось ли вам провести его так, как вы планировали изначально? Ждем ваше честное мнение по телефону 379-6570, код города 343. Пишите нам в ВКонтакте, на Фейсбуке и на форуме телеканала «Союз». Вот Дарья пишет нам на форуме. «Я очень рада. День показался очень длинным, и я выспалась. Радует, что теперь утром светлее. На мой взгляд, это важно. Жить в потемках, как будто вечная ночь, было неприятно. В том году встаешь на работу, темно, идешь с работы, снова темно. Постоянно включен свет, а это лишние расходы за электричество. Лишний час я, конечно, проспала. Что положительно отразилось на моем самочувствии и настроении. Поздравляем, Дарья. Да, замечательно, конечно. Там еще есть сразу... Да, на форуме есть еще надежда. «Добрый день. Я рада тому, что фактическое время приблизилось к астрономическому. А то в связи с многолетними экспериментами разница составляла два часа. Теперь один час на мою реальную жизнь. Это никак не повлияло. Все как обычно. Солнышко встало. Солнышко зашло». Вообще, я задалась вопросом, откуда же взялись все эти термины «зимнее время» и «летнее время». И вот что нашла в Википедии. Конечно, это народная энциклопедия, свободная энциклопедия. Не всегда данные, опубликованные в ней, соответствуют действительности. Но вот что имеем. «Летнее время» — это время, вводимое на летний период, сдвинутое обычно на час вперед, относительно времени, принятого в данном часовом поясе. И оно вводится во многих странах с целью более рационального использования светлого времени суток и экономии электроэнергии на освещение. За несколько последних лет все было точно наоборот. И мы с вами стали просто персонажами анекдота, когда, если помните, бедняк приходит к мудрому человеку, жалуется на жизнь, а тот советует ему завести козу и держать ее прямо в доме, потому что больше негде. Через какое-то время несчастный снова приходит за советом и говорит, ну уже просто совсем невозможно, так убери козу, говорит ему мудрый человек. И после этого бедняк совершенно счастлив, что ему стало так хорошо жить. Вот в этой же ситуации побывали мы с вами. Радость. Да, радость действительно немалая. И у нас звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда звоните? Ольга Николаевна, Воронежская область. Ольга Николаевна, как вам дополнительный час? Замечательно, просто замечательно. Вчера вот почему-то встала, настроение. Наверное, выспалась, в храм сходила, молебен отстояла. Ну, в общем, день какой-то удачный получился. Такой, ну, хороший день. Ольга Николаевна, а что-то вы больше успели, чем обычно? Мы на два часа отстаем от природного времени. Было бы, наверное, вообще замечательно. Спасибо, поняли вас. Спасибо большое. Вот здорово человек пошел на молебен. Как и рекомендовала наша телезрительница в одной из прошлых программ «Честное мнение», что нужно провести этот час с молитвой. Кстати, эту рекомендацию вспомнила Ксения Кабанова, но пишет она следующее. «Я планировала поспать, несмотря на предложение зрительницы-подвижницы, лишний час помолиться. Да, предвкушала, будильник поставила с удовольствием, на обычное время мечтая о том, как это будет. Но внутренние часики моего сынишки никто не перевел. Ури, где у него кнопка, он встал, как обычно, получилось подстава. Обычно мы просыпаемся, умываемся и идем на литургию. Теперь же, а родители маленьких детей знают и оценят, нам нужно было продержаться лишний час без завтрака и питья, и без витаминки. Помолиться не получилось, однако, потому что богатыри скакали, тугары нападали, доброго коня нужно было кормить, соловья разбойника вязать. То так Ксения играет с сынишкой. Под конец достали сани, по щучьему велению поехали в храм. Сказочное утро, сказочный час. Ксения, спасибо огромное. И наш привет сыну Фадейке. У нас есть звонок в студии. Здравствуйте, пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, Лев, здравствуйте, Светлана. Евгений Александрович, как вам лишний час? Да, абсолютно не почувствовал ничего. Я и раньше жил по астрономическому времени. Нам еще надо на час назад переводить, тогда будет точно, как положено. А эти эксперименты, это непонятно, никакой экономии электроэнергии там нет. И вообще это глупость полнейшая. Когда вперед переводили, назад, все это полная глупость. Надо жить по тому времени, который нам Господь установил, астрономическому, и все, ничего не делать больше. Спасибо огромное. Вот, кстати говоря, впервые в России летнее время переводилось, то есть жизнь переводилась на летнее время в 1917 году. Это сделало временное правительство. Это то, когда глупость придумали, да? Нет, придумали раньше. И первой вообще была Германия, и это было во время Первой мировой войны. В 1916 году это сделала Германия, затем страны-союзники. И вот в 1917 году очередь дошла до России. А был бы царь, глупости бы не было. Так, вне всякого сомнения, в том числе и нынешних. Дальше, переход на летнее время и обратно происходил в период с 1918 по 1922 годы, представляете, да, что за времечко такое. И еще народ плюс испытывал дискомфорт всячески от того, что вот непонятно, когда вставать, когда чего. Петухи запели, корову доить. В общем, животные же не занимаются вот этой всей ерунды. Все равно поедание ходили, часов ни у кого не было. Какая разница? Ну как? А еще стрелки переводились 21 июня 1930 года. Опять же, неспокойные времена. Переводили их на летнее время, на час вперед. Вот, потом к этой практике вернулись в 1981 году. Ну, а то, что было недавно, у всех на памяти. Вот, собственно. Коллега, а вы сказали про вашу бабушку, когда мы еще готовились к эфиру. А расскажите всем. Это же чудесный просто бабушка. Я просто продавал сегодня час не раз, он меня продавал несколько раз. То там часы не переведены, то там часы не переведены. Я, получается, стараюсь чего-то успеть, успеть вовремя. А оказывается, что есть еще целый час в запасе. И так три или четыре раза за сегодня. Так что у меня сегодня отличное настроение. Я сразу вспомнил свою бабушку, которая всегда заводит наручные часы на 15 минут вперед. И что характерно, когда я учился в лицее, бабушка меня поднимала, будила, значит, в лице. Она всегда это делала на 15 минут раньше. И я не понимал, почему все часы показывают, что у меня есть еще дополнительных 15 минут. А бабушка говорит, что вот уже пора, вот уже опоздал. И что характерно, я умудрялся успевать на первый урок. Хотя я обычно не успеваю на первый урок. И это очень замечательная практика, когда человек настраивает себя на одно время. Получается немножечко самообмана, да? Но зато всегда есть какой-то кусочек времени в резерве, когда ты чему-то готов. Я думаю, что коллегам-телевизионщикам стоит взять такую практику на заметку. Это прекрасно. У нас звонок? Да. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Лех. Рабожий Олег. Свердловская область. Да, слушаем вас. Вот вчера время, позавчера, да, позавчера, на вчера перевели. И я рассказик небольшой сочинил. Как раз вот ко времени. Только если небольшой. Небольшой, да. Давайте попробуем. Называется «Встреча». Один хозяин во владении большом, будучи в доме своем, решил позвонить друзьям, о которых помнил. Но давно не видел. И пригласил их в гости. Друзей было семеро. Они с радостью согласились и отправились в дорогу. Кто на вертолете, кто на корабле, кто на машине, кто пешочком, кто на велосипеде, кто хромой с попутчиками, кто слепой с попутчиками. Чего только не было в их пути. Было и плохое, было и хорошее. Так потихоньку подошли к усадьбе. Все в разное время. Хозяин жил один, да не один. Вышел на некоторое время на прогулку. И забылся о времени. Один прилетел на вертолете. Подошел к дверям усадьбы, позвонил, но никто не вышел. Хотя хотел было подождать, но было весьма прибыльное дело по телефону. И улетел. Пешочком подошел другой. Весьма удивился обители. Позвонил в дверь ограды. Олег, простите нас, пожалуйста. Все-таки рассказик, конечно, небольшой, но не для нашего маленького эфира. Может быть, вы нам его пришлете по почте, например, или вот вконтакте, на фейсбуке, на форуме. Простите, ради Бога, но вот просто мы не успеем других зрителей услышать. А нам интересно, чем дело кончилось. Потому что напоминает эту евангельскую всю историю. Там звали на брак, да. У людей были какие-то отговорки. Здесь откликнулись, но сам хозяин не прав. Так вот, чем все завершилось? Пришлете? Хорошо. Спасибо вам. У нас очень интересные мнения от наших зрителей. Андрей Сметанолюбов рад переходу на зимнее время, потому что теперь за окном в декабре и январе виднеть начинает в половине восьмого утра, а не в половине девятого, как было три года подряд. Мне лично, пишет он, не нравилось то, что в эти месяцы путь на работу и с работы проходил в темноте. Поскольку я ложился спать уже в час ночи воскресенья, а когда переставил стрелки часов назад, то получилось еще лишний часок, я решил провести его с духовной пользой. Решил, что ничего страшного со мной от этого не произойдет. А вот что я делал в это время вам, не скажу. Ибо, сами понимаете, тогда не будет за это милости от Бога. Андрей, спасибо вам за такое откровение. Спасибо. Очень здорово, что так вот. На Фейсбуке тоже реакция у нас на эту тему, что редкость. Николай Кирхиев пишет, у нас в Самарской области не переводили стрелки часов. Плохо, что снова разница на час с Москвой. Да ладно, мы живем два часа разницы с Москвой. Ничего, Николай, предвыкните. Кстати, как нам в Екатеринбурге постоянно вещать по московскому времени. Киселева Светлана пишет, выспалась, давно хотелось. Идешь на работу, а уже светло, утро так утро, а то на работу ночью, с работы идешь уже ночью. В общем, то же самое. Там еще один комментарий есть, он просто скрыт. Аленка Николаева очень рада. Вроде всего один час появился, а чувствую себя счастливой. Кстати, если вернут нам еще один наш законный час, будет просто здорово. А вот Ирина Илющенко огорчена. У нас в Кемерово не переводили часы. Вот, собственно говоря. Мне кажется, в резерве задержало правительство еще один час, чтобы еще как-нибудь порадовать. Чтобы еще раз нас осчастливить. Это все-таки дальновидное. Вот вы не понимаете, а оно готовится к тому, чтобы надо будет людей осчастливить. Чтобы было полное счастье. И, наконец, Ольга и Владимир Зангировы пишут. Честно, рады. Наконец-то полдень будет тогда, когда солнце в зените. А если бы еще Россия перешла на юлианский календарь. И вот тут они затронули любимую тему моего коллеги Льва Бахолкина. Я не буду сейчас ее поднимать. Но я боюсь, что у нас уже время. Там такое ощущение, что режиссер об этом говорит. Или не об этом. Скажите нам погромче. А, полторы минуты. Это целый вагон времени. Лео, а как ты сам провел этот лишний час? Я же говорю. Я вот был ко всему готов за час до. И раза четыре порадовался, переводя различные часы. То есть я, получается, успел все сделать раньше. Понятно. Раньше встать, раньше позавтракать. Раньше подготовиться к... Ну, а для нас вот это все стало каким-то поводом подольше пообщаться с семьей. Причем это был именно такой вот... Семейный час? Да не час, а целый день получился. Сосемейный. Но вот этот лишний час добавил уверенности, что мы, в общем-то... Все успеем. Все успеем. Да. Просто сходили на раннюю литургию. Естественно, это было бы сложнее, если бы не было вот этого лишнего часа. А так, в общем, слава Богу, все сложилось. И как-то действительно целый день прошел под знаком общения с семьей. И это замечательно. Давайте придумаем, что у нас вот есть теперь время необходимое для всех дел, которые мы хотели успеть и не успевали. И вот все сейчас будем делать то, что уже давно запланировали, что откладывали в долгий ящик. Выполнять обещания. Да, например. Вот нет прокрастинации, скажем. Это откладывание всего на завтра. Как это прекрасно. Было бы у нас еще час времени дополнительного в прямом эфире, но, к сожалению, оно заканчивается. Дорогие друзья, с вами была программа «Честное мнение». Лев Бахолдин. Светлана Владимировна. До сбора. Завтра увидимся. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова